Человек не должен быть слабым, усталым, кислым, расстроенным. Это значит, что он обесточен. Допустим, компьютер же не будет работать, если его отключить от батареи. Он изогнется. Точно так же человек. Ему нужны силы. Часто мы не знаем, что с нами происходит. Например, классический пример. Когда зима заканчивается, солнце восходит, солнце пошло вверх, увеличивается энергия огня в атмосфере, уменьшается что? Что уменьшается? Уменьшается энергия праны. Вялость наступает. И врачи говорят, у вас витаминоз. Это вообще никак с витаминами не связано, мои хорошие. Это связано с психической энергией. Вам не хватает праны. Что это значит? Это надо, значит, надо с утра бегать. Когда солнца мало? Рано утром. Рано утром, очень свежий, много луны. Пробежитесь или гуляйте просто по утрам. Если вы будете гулять по утрам, у вас будет бодрость потом, все, весь день. Дальше, что дает прану? Прану дает молодость. Молодость дает прану, значит, надо проращивать зерна. Взяли любые зерна. Семечки. Там любые-любые зерна. Допустим, кориандр, горчица, фенхель, тмин, анис. Все, что у вас, любые специи зерновые, можно проращивать. Пшеницу. Взяли друшлаг, такой мелкий. Насыпали. И брызгайте вот этой, брызгайте. Пшик-пшик-пшик. Чтобы они были влажными. Подбрызгивайте там. Или в тряпку положите мокрую. Через два дня они прорастут. И добавляйте их в салат. Везде их можно есть. Есть любые зерна, фасоль, все, что может человек есть в специях, то он может есть и в пророщенном виде. Это дает силы человеку. Дает бодрость. Дает прану. Дает возможность быть активным. Если чувствуете, ничего не соображаю, сил нет, раздражительность, значит, не хватает праны. Значит, нужен воздух, нужны проросшие зерна. Вот. Если вы чувствуете беспокойство очень сильное, вы беспокойный человек, значит, вам не хватает энергии воды. Вам, значит, надо каждый день или утром, или вечером ложиться в ванну просто лежать. Насыщаться энергией воды. Если вы, допустим, чувствуете, что у вас нет позитива, все время пессимизм, то значит, вам не хватает энергии солнца. Энергия солнца не означает, что надо на юг ехать. Энергия солнца означает утреннее время. Если человек утреннее время не проводит в контакте с солнцем, как сконтактировать с солнцем с утра? Выйдите просто рано утром и повернитесь в направлении восхода. Не обязательно видеть солнце. Просто в это время поделайте зарядку и желайте всем счастья. Энергия «я желаю всем счастья» — это солнечная энергия. Ра-дасть. Ра — это солнце. С древних языков солнце. Ра-дасть означает дарить. Что значит радоваться? Это значит дарить солнце. Если человек радуется, он отдает солнце. А когда человек что-то отдает, мы же не замкнутая система. Что происходит? Мы это же и получаем. То есть я всем радуюсь, улыбаюсь. И в это время, допустим, делаю поклоны и направлении солнца. Я заряжаюсь оптимизмом. Весь день у меня нет пессимизма. Грусть тоска меня не снедает. То есть я счастливый, радостный. Почему? Потому что у меня есть силы на это. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, как мне изменить свой характер? Я пессимистка. Ты не пессимистка, у тебя просто батарейка разряжена. Ты поздно встаешь с постели. Если человек валяется в постели до 10 часов, он не может быть оптимистом. А чтобы быть оптимизмом, надо встать пораньше. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Парам-пам-пам. Видите, с вами песни даже. Они такие. Не спи, вставай, кудрявая. Видите, песни оптимистичные, утренние, да? Солнечные песни. Вот как они выглядят, солнечные песни. Кто рано утром встает, они вот таким солнечным характером обладают. Потому что солнце поднимается, когда человек, если спит, то у него гармонии с солнцем не наступает. Утреннее солнце дает оптимизм, дает силы радоваться, счастливым быть. Поэтому очень важно всем вставать рано. Ну-ка, солнце ярче брызни. Это он за нельзя, а? Это опасно для здоровья. Ну-ка, солнце ярче брызни. Золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни. Больше жизни. Хватит бояться солнца. Хватит бояться воду. У природы нет плохой погоды. Каждая погода. Благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. 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 Иначе нет жизни. Ветер принимать. Иммунитет укрепляет. Нет, ветер дает простуду. Нет, иммунитет укрепляет. Все зависит от восприятия. Если вы поитесь, ветер простуда. Солнце дает оптимизм. Дает силу. И пищеварение улучшает у человека. Дает человека жизнерадостным. Способным достигать цели в жизни. Земля успокаивает. Дает человеку умиротворение. Покой. Земля. Поля. Видит землю. Радуется. Любуется полем. Понимаете? Мы забыли об этом. Мы забыли, что такое жизнь. Из-за этого все болезни идут. Почему человек не в мегаполисе страдает? Потому что он зашорился здесь, в этом мегаполисе. Понимаете? Работает телевизор, работает телевизор. Человек не может так жить. Мы дети природы, понимаете? Мы должны быть взаимодействовать с ней. У меня один друг ездил в паломничество в Индию. Заболел тяжелой инфекцией. Мы начали лечить врачи. Не могут вылечить. Ну, дизентерия. Понос, понос, понос. Он исхудал весь уже. Так не поняли, что за инфекция. Не могут ничего сделать. Травы там пьет, все. И классические лекарства. Ничего не помогает. Слабеет, слабеет, слабеет человек. И они говорят, ты, скорее всего, помрешь ему. Сказали правду. Очень важно знать правду, чтобы принять правильное решение. Он говорит, есть ли у меня хоть один шанс? Они говорят, есть один шанс, если ты послушаешь нас. И они, он послушал их, они вытащили его на солнце, на пекло. На солнце пекло. Представьте, Индия. Там просто жарит, а он весь истощенный. И они говорят, прими солнце, люби солнце. Ему сказали, сели вокруг него и начали читать молитвы. Через несколько часов он сначала чувствовал невыносимость, а потом раз, что-то почувствовал, что-то переломалось, и пошло, 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 пошло улучшаться. Через несколько часов он пошел на поправку. Его занесли, когда назад, у него все проходить начало. Пару дней он выздоровел просто. Больше ничего не делали. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что инфекции побеждаются огнем, энергия огня, солнцем. То есть, если правильно к солнцу отходиться, можно сжечь инфекцию просто. Но это не значит, что вам надо во время инфекции на солнце сидеть. Я вас к этому не призываю. Я просто говорю, если сейчас рассуждаю о силе природы, о силе природы, говорю вам о том, как действует природа. Другой случай. Я в молодости, когда учился в институте, я лечил всех закаливанием. Я сам закаливался и всех лечил закаливанием. Вы знаете, когда начинаешь лечить, всегда лечишь всех тем, чем сам делаешь. Что тебе нравится, то и всем и лечишь. Такие врачи. Так начинается медицина у людей всегда. Что тебе нравится, тех всем и лечишь. У меня был такой интересный случай. Одна женщина, у нее было 11 выкидышей. Было 33 года, по-моему. И мне 23. Я был ее врачом лечащим. У меня был только один метод закаливания. Я закончил мединститут, я был в этом, работал в базовской турбазе. Там здоровый образ жизни. И она приехала на две недели на эту турбазу ко мне лечиться от выкидышей. И я посмотрел ее, поизучал, говорю, вам поможет только закаливание. В общем-то я так говорил всем практически. Ну она мне верила. Говорит, ладно, что мне делать, давай будем закаливаться. Это была зима. И сначала она начала ходить по снегу, потом она начала купаться в проруби. А причина выкидыша — это повышенный тонус матки. А когда человек контактирует с водой, его расслабляет, особенно с холодной водой. Тогда я не понимал этого до конца. Но курьез заключается в том, что через 10 дней закаливания она прекрасно себя чувствовала и сообщила мне, Олег Геннадьевич, похоже, я беременна. У меня они наступили месячные. Ну то есть она приехала беременную уже закаливать на ранних сроках. И в это время я ее купал в проруби. И она родила ребенка. У нее не было выкидышей. Она продолжала потом закаливаться всю беременность. Я вам не рекомендую делать то же самое. Просто я рассуждаю вслух, рассказываю про ситуации, что природа лечит очень сильно. То есть вылечила вода. Напряжение означает вода. Вода расслабляет человека. Я рекомендую беременным женщинам, у которых у всех напряжение в матке, у всех до одной, всем лежать в теплой воде. Если вода не должна быть горячей, она должна быть комфортной, но ни в коем случае не должна вас нагревать. Эта вода должна быть комфортной температуры. Если вы будете лежать каждый день по 20-30-40 минут, и у вас как бы тонус матки, он полностью уберется. Больше не нужно никакого лечения для этого. Потом, когда прошел год, эта женщина, она подошла с мужем ко мне, показала мне ребенка и сказала, Олег Геннадьевич, спасибо за сына. Недавно еще одна также подошла. Наверное, по этой причине в интернет появляются слухи, что у меня есть небрачные дети. Хотя у меня не было измены. Вот видно. Дети рождаются, люди благодарны. Говорят такие слова, кто-то неправильно их понимает. Другими словами, проблема заключается в том, что люди, когда находятся в безвыходном положении, говорят, я не могу вылечиться, что такое? Почему мне ничего не помогает? Это значит, что вы не понимаете, что лечит. Давайте разберемся с этим вопросом. Что вообще может вылечить человек? Веды говорят, что человек питается только энергией. Энергия идет от пищи и от природы. Вылечить человека может только то, что нас окружает. Пища или природа. Понимаете, все химические вещества, лекарства, они могут только затормозить болезнь. Они могут ее приостановить. Они могут снять воспаление, вывести человека из острого периода. Но само лечение, сам процесс лечения связан с взаимодействием с природой. Человек не может вылечиться таблетками и так далее. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что сам процесс лечения означает взаимодействие энергии в нашем организме, которые в нас входят. И надо просто знать, чего тебе не хватает. Давайте разберемся. Если человек чувствует, он психически истощен, у него нет защиты, его все раздражает, ему не хватает леса. Особенно в стрессе, когда человек в стрессе находится, он постоянно думает о проблеме. Его бросили, у него нет сил даже спать, даже заснуть. Ему не хватает леса. Ему нужна психическая защита. Нужно гулять по лесу. Как гулять по лесу? Любя лес, а не думая о своей проблеме. Нужно отвлечься от своей проблемы. Веда объясняет, что в человеке есть только три силы, которые дают нам возможность жить. Три силы. Первая сила — это силы природы. Она дает здоровье. Какие силы природы? Это пять стихий. Это земля, вода, воздух, лес, солнце. Понятно? Вторая сила, дающая человеку здоровье, — это люди, социум, к которым надо правильно относиться. Нужно учиться любить людей. Тогда у тебя будет определенный вид психического здоровья, который называется хороший характер. То есть у тебя будет гармоничная жизнь. Ты не будешь в конфликты вступать, не будешь страдать от недопонимания людей, от обид. И третья сила, которая лечит человека, то есть тело физическое лечит природу, это энергия Бога природы. Психику лечат люди. Это энергия Бога — люди. И победу над судьбой побеждает тяжелый период жизни. Муж ушел там, на работу не могу найти. Это сам Бог. Это святость, это храмы, это святые места, это молитва. Вот три источника сил. А главная причина проблем, всех проблем в этом мире, не то, что я чего-то не умею. Как ни странно, главной причиной наших проблем является нехватка сил. Нам не хватает энергии. Куда уходит энергия, давайте разберемся. Вот смотрите, совершенный человек, он, ну мы сейчас будем говорить о взаимодействии с временем. Что такое время? Время — это сила, которая двигает нас к испытаниям. Она тело старит, это сила. Старение тела — это испытание. Испытание никому не нравится. Есть два способа старить тело. Один способ последовательный. Этот способ всех устраивает, все стареют потихоньку. А другой способ — цикличный. Вот когда наступает плохой период жизни, то это является испытанием дополнительным для тела. И в это время оно разваливается, несмотря на то, что я еще молодой. И вот в это время, когда цикличное время, цикличное испытывает нас, то в это время человек должен знать, что делать, иначе он может, тело может сломаться. Нужно знать, что делать конкретно. Мы об этом тоже можем поговорить с вами сейчас. Вот. Статичное движение времени преодолевается, то есть не полностью, а отдаляется с помощью режима дня, правильной жизни. Человек продлевает продолжительность жизни, правильно живя, взаимодействию правильно с Солнцем и Луной, и Землей. Луна дает отдых человеку, поэтому ночью надо спать. Ночь — это с 10 до 6 утра. Не с 12 до 8. Ну там с 9 до 6 будем, такой диапазон возьмем. Это ночь. Значит, сильно Луна действует, значит, есть отдых в это время. Отдых — это воздействие на человека, энергии Луны. Луна дает отдых. Если человек не находится под этим воздействием в это время, он бодрствует, отдыха нет, продолжительность жизни сокращается. Максимальное переваривание пищи идет с 11, с 10 утра до 4 дня. Если человек в это время, ну, не поел, а переваривать надо же после еды, то есть 12 поел, 4 часа перевариваем. 6 часов пища должна в среднем перевариваться, чтобы был какой-то хороший результат. Хотя бы 4 часа под влиянием сильным солнца, иначе токсины наполняют тело, а они превращаются потом в опухоли или в жир. Видите, очень важно понять, куда мы попали, что делать, как жить. Очень важно, да? Так время, но влияет на тело его старик двумя способами. Время влияет на психику также, на душу времени влияет. Душа не контактирует с временем, она вечную природу имеет. На нашу психику время влияет, оно не старит психику. Но в психике, в нашем психическом теле существует такой сгусток энергии в области сердца. Там находится память о наших прошлых желаниях и поступках. И когда время соприкасается с этой зоной, оно выводит оттуда узелки судьбы. На санскрите называется карма-васаны. Они выводят такую энергию, которая потом дальше задает концерт всей нашей жизни. Ну, то есть, допустим, некоторые узелки судьбы делают так, что остывает отношение между мужем и женой. То есть, жена не чувствует, вот моя жена меня не любит. Когда у меня из сердца в результате влияния времени выходит такое узелок. Почему так получилось? Потому что я в прошлом такой поступок совершил, который приводит к такому результату. Понимаете? То есть, и вот эти узелки кармы, они в детстве выходят очень редко. Поэтому дети, они очень счастливые, из них излучают энергию счастья и любви. Поэтому дети детей всех любят. От них питаются взрослые. Дети кормят энергией счастья, потому что от них плохая, ну, то есть, плохая судьба не действует через них. С возрастом хорошей судьбы меньше выходит из сердца, а плохой больше. А с детства хорошей судьбы больше выходит, намного больше, а плохой почти вообще не выходит. Поэтому даже больной ребенок, он все равно приносит счастье человеку. Понятно, да? То есть, с возрастом испытания увеличиваются у человека. Для чего? Для того, чтобы он становился мудрее. Для того, чтобы он был более развитым. С каждым днем все больше испытаний дает время психике и старит тело. То есть, экзаменов становится больше. Поэтому жизнь не для счастья предназначена. Она предназначена для того, чтобы учиться сдавать эти экзамены. Счастье означает, что я, сталкиваясь с временем, правильную позицию занимаю. Мы говорим с вами о том, почему мы истощены. Давайте сейчас я вам это объясню. Вот смотрите, сталкиваясь с временем, человек в течение жизни, если он не принимает судьбу, ну, допустим, вот жена перестала ко мне хорошо относиться. Это что значит? Это надо дополнительно энергию психическую тратить на это. Надо это принять. Так жить тяжелее, когда тебя не любят. Но ты должен быть счастливым, удовлетворенным даже в этой ситуации. Если ты сдал этот экзамен, значит ты удовлетворен, спокоен. Это значит, что ты максимально получаешь энергию счастья в этом состоянии. Если тебе что-то не нравится, ты недоволен, что у тебя с работы хотят выгнать, ты недоволен, что у тебя что-то заболело. У тебя не хватает энергии на это, не хватает сил. Вы подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, у меня нет сил терпеть этого негодяя, с которым я живу. То есть у вас не хватает сил. Вот когда человек в молитве, в контакте с людьми и в контакте с природой, недостаточно получает сил, чтобы принять судьбу, в результате его психика, она теряет возможность получать энергию естественным образом из среды из окружающей, от людей, от природы и от Бога. В результате человек уходит своей психикой или в будущее, или в прошлое. Что значит уходить в прошлое? Это значит быть в скорби, в отчаянии, в депрессии, в злобе на весь этот мир и не верить в справедливость этого мира. Это значит жить в прошлом. Контакта с энергией, дающей здоровье, нет в это время. Человек ушёл в прошлое, у него ум не контактирует с настоящим временем. Он не может получать силы отсюда, где он находится сейчас. Второй вариант, когда человек не может принять судьбу, он начинает верить в будущее. И тогда у него психика уходит в будущее. Я стою в трамвае, мне что нужно принять? Людей, которые меня окружают, для этого нужны силы. Я сосредоточился, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Принял этих людей, значит будет правильное взаимодействие, я получу назад порцию энергии. Я сначала потратил энергии для принятия, а потом получаю назад. Я сейчас должен на вас потратить энергию, потом получу назад. Это называется сейчас, тье, существование сейчас. Тье означает существование сейчас, это сейчас. Это древнерусское слово. Итак, смотрите, когда человек уходит в будущее, я, допустим, стою в трамвае, я жду, когда домой приеду. Вот когда домой приеду, тогда будет счастье. Домой приехал. Вот когда покушаю, тогда будет счастье. Покушал. Вот когда фильм будут показывать, тогда будет счастье. Посмотри, вот когда пойду спать, тогда будет счастье. Пошел спать. И так далее. Все время в будущем человек живет. Когда зарплату получу, тогда будет счастье. Вот когда дом построю, тогда будет счастье. Вот когда в институте выучусь, тогда будет счастье. Когда дети вырастут, тогда будет счастье. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это значит, что все счастье уходит в будущее. Настоящим его нет. Человек не дышит энергией природы, людей и Бога. Он в это время обесточен. Он бежит вперед все время. Когда люди ставят себе больше задач в жизни, у них больше необходимости в жилплощади, больше необходимости в деньгах, больше необходимости в развитии, в одежде, в отношениях, тогда они теряют себя. Потому что все это требует сильного напряжения и нацеленности в будущее. Человек должен ставить задачи принять то, что у него есть. Он должен ставить задачи увидеть настоящее, увидеть медленный рассвет, увидеть ручей, увидеть стадион рядом с домом, что-то увидеть, понимаете, такое, что даст спокойствие. Нужно жить настоящим, нужно заставить себя не бежать, нужно делать зарядку каждый день, нужна молитва, нужно делать то, что останавливает. Иначе человек не может получать силы. Три стадии достижений тех, кто живет в будущем. Первая стадия — это оптимизм, у нас все получится, мы рождены, чтобы сказку сделать были. Вторая стадия — напряжение, устаю. Третья стадия — усталость. Четвертая стадия — надлом. На какой стадии вы находитесь сейчас? Живете? Продиагносируйте себя. Знаете, это означает, живем в будущем. Это значит, что мы счастье в будущем находится. Нужно его вернуть назад. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Счастье находится тогда, когда человек живет. Вот если из вас кто-то сидит, сейчас думает, что дети не накормлены, что здесь делать? Значит, вы живете в будущем, вы не получите лекцию. Или вы скорбите и думаете, конечно, это все хорошо, у меня уже возраст. Вы живете в прошлом, значит? Надо жить настоящим. Надо принять свою судьбу, принять свою жизнь. Надо стать самым удовлетворенным. Это означает получить силы. Это первое, чего не хватает человеку в этом мире — это силы. Нужно иметь эти силы. Когда человек получает силы, он получает спокойствие в сердце, то это спокойствие дает ему возможность развития другого плана, потому что в атмосфере спокойствия развивается разум. Что такое разум? Это сила, дающая возможность бросить вредную привычку, заставить себя что-то делать, принять правильный образ жизни, принять свою жену, принять необходимость работать там, где тяжело. Ну, то есть разум — это сила, дающая человеку возможность контролировать свою судьбу. Она только живет, только в спокойном состоянии. Когда человек беспокоится, когда он напряжен, когда он суетится, в отчаянии, в депрессии, в страхе находится, разум не работает. Разум работает, когда человек принимает судьбу. Нужно заставить себя стать счастливым. Нужно наполнить себя правильной силой, правильной энергией. Для этого нужно также немножко шевелить мозгами. Например, праны не хватает. Мы живем в джунглях каменных. Это дает свой отпечаток на пище. Если не хватает праны, в какой пище много праны? В сырой. Поэтому сырой пищи должно быть много в рационе. Много. Но если только одна сырая пища, наоборот, человек становится сначала сильно энергичным, потом напряженным. И начинает тоже нервничать из-за этого. То есть нужен баланс. Вареная пища расслабляет человека, дает ему энергии любви. Сырая пища дает тонус, бодрость. В основном, большинству людей сейчас не хватает бодрости. Они все усталые. Посмотрите в автобусе на людей. Все кислые. Это означает, что не хватает сырой пищи. Нужно есть больше салатов. Вы скажете, Лик Геннадьевич, денег много стоит салатой. Согласен. Поэтому я вам предлагаю уже такой на грани фола вариант. Такие варианты предлагают обычный мультиплай маркетинг. Они говорят о каких-то вещах, которые непонятно вообще, что это такое. я вам сейчас предложу выход один необычный, но хороший. У каждого человека в квартире, ну, я думаю, три-четыре подоконника. Так? Сделайте революционный процесс. Поставьте на эти подоконники во весь подоконник цветочные клумбы. Поставьте туда цветочные клумбы. И есть один вид растения, который как раз для нас и нужен. Для нас он предназначен. Это вид растения. Интересно, он называется амарант. А на санскрит... Это санскритское слово вообще амарант. Я когда узнал, я очень удивился. А означает отсутствие. Мара означает смерть. Амарант означает побеждающий смерть. Это такое растение, это сорняк. У вас здесь растет, везде растет, это Новосибирске, везде растет, просто есть разные сорта. Что такое амарант? Это такой сорняк, у которого хохолки такие, семена хохолками. Листья такие. Ну, сорняк с хохолками. Вот хохолки такие у него идут в разные стороны. И листья такие большие. Он также продается в семенах. То есть, так эти хохолки могут быть красными такими, белыми, большими, пушистыми такими. То есть, он продается как цветы, тоже, как цветы используются. Это растение крайне полезно для здоровья человека. Если этот амарант сажать в эти клумбы, он растет по-зверски. То есть, он выходит и начинает просто тянуться вверх к небу. очень быстро растет. И вот такие вот где-то растения вот такой длины, когда стебель очень мягкий, их надо срезать прямо, ну вот оставляя чуть-чуть там, где твердо, срезать прямо полностью, класть в сковородку, заливать водой и тушить. И получается такое как бы, вот как, знаете, шпинат тушит. Знаете, вот вкус один в один. Точно такой же. То есть, это амарант, это съедобное растение, оно очень много дает белковой силы. Его можно на блендере взбивать и делать зеленый такой напиток. Это то, что пьют сейчас очень много в Америке. Вот. Это зеленый вот этот напиток, он дает как раз то, что надо. Понимаете, разные части растения, они действуют по-разному. Разные функции имеют. Например, цветки растения увеличивают гормональные функции и хорошо выводят из депрессии цветки растения и пыльца. Поэтому нужен мед, поэтому нужны вот эти цветки заваривать для того, чтобы улучшать работу гормональных функций, чтобы рады, ну как, чтобы было спокойствие, гармония в жизни. Понимаете, корни растения нужны для того, чтобы лечить иммунитет, они лечат также мужские половые функции. Например, мужское бесплодие корнями лечится. Свекла, морковь, сельдерей надо больше в пищу применять и мужское бесплодие вылечивается. Вот, стебли растения дают силу, например, сельдерей, стебли в салат добавляют. Это укрепляет организм, дает силы, способность быть сильным, крепким. нервную систему также лечит. А листья растений, листья, зелень, дают здоровье, потому что зелень, она улучшает взаимодействие между всеми структурами организма, улучшает обмен веществ. Листья чем занимаются в дереве? Они как раз и занимаются обменом веществ. То есть они синтезируют вот этот питательный вещество, чтобы потом давать дереву энергию. Понимаете, да? И они делают то же самое у нас в организме. Поэтому зелень является крайне необходимой пищей для человека, особенно который живет в городе, у которого не хватает этой энергии. А зелень самая дорогая пища. Поэтому предлагаю легко решать вопрос. Если вы посадите на подоконниках вот эти штуки, они будут расти, вы постоянно будете срезать, можно в салат добавлять. Они по вкусу как шпинат, примерно такой же. Вот, амарант этот. И самое главное, что в отличие от листа салата, он растет дальше. Если вы срезаете, он опять растет, срезаете, опять растет. Просто он чуть-чуть грубее становится. И в тот момент, когда он совсем грубым становится, надо его вырвать, посадить новое семечко. И опять там будет расти следующий. И удобряйте просто навозом, находите где-то навоз корови. И он будет расти, расти, расти постоянно. Коровий навоз сложно найти, правда? Чуть-чуть у вас новосибирский чуть-чуть отъехал раз в месяц. Набрал ведро, поставил на балконе. Все. Зимой замерзнет он просто и стоит, потом вы берете и добавляете в землю чуть-чуть достаточно. Лучше, конечно, чтобы он отстоялся, будет перегной. Ну ладно, в общем, можно землю покупать в магазинах для цветов. Там уже перегной уже готов. Ну то есть зеленая пища это пища необходимая каждому человеку. Она нужна в целом для укрепления здоровья. Это общая укрепляющая пища, зелень именно. И в нашей культуре зелень в основном едят в виде свежих, в салатах. Я считаю, что это неправильно. То есть я каждый день я что делаю? У меня амарантов в огороде растет очень много, соседи думают это конопля. вот такие большие растения. Думаю, наркоман улыбается все время. Вот. Это амарант. Им потом объяснить начал, объяснять ликбез им устроил. Когда они поднимаются, еще зелеными становятся, я срезаю их, тушу и просто в морозильник кладу, замораживаю. Потом размораживается вот этот уже тушеный амарант и зелень эту можно каждый день есть. Я каждый день вместо тушеных овощей ем как раз вот эту зелень. Когда дома очень сильно помогает для здоровья. Восстанавливаюсь капитально. Особенно если у человека больная печень, поджелудочная железа, кишечник, желудок, это просто вообще подарок. Вот тушеная зелень достаточно есть одной тушеной зелени, чтобы полностью вылечиться. Самое диетическое питание. Не надо ничего выдумывать искать. Это самое диетическое питание. Сколько есть, сколько хотите, сколько нравится. Здесь размер человека зависит. Женщины обычно меньше едят, мужчины больше. Итак, женское бесплодие. Смотрите, несколько причин. Первая причина нарушения гормональных функций означает едим овощи, особенно сырые. Берем просто тыкву, кабачок, как сырые и овощи есть. Берете вот эти тыкву, кабачок и просто на блендере взбиваете. Вот. Подслащиваете и можно вот это как напиток пить там или чуть-чуть тушить, чуть-чуть прямо. Тушите любой овощ и он полусырым становится и он будет давать силу гормональных функций. Плюс зелень, плюс свежий воздух, земля и вода. Все гормональные функции восстанавливаются. для женских восстановления гормональных функций еще нужны белые продукты. Это кунжут, это молоко, это кокос, авокадо. Вот эти белые продукты, они улучшают женский гормональный функций, связанный с веницинерой. Вот. Если у вас спайки. Спайки означает застывшая энергия. Означает, что там скопилась вот эта энергия застоя в организме. Это значит аэробика, бег, гимнастика, движение плюс посты. Когда человек постится, у него рассасываются спайки. Особенно пост первой половине дня, когда солнце восходит и ты ничего не ешь, у тебя все рассасывается ненужное. И еще в это время, если бегать, заниматься гимнастикой, лучше женщинам с музыкой что-то делать. Любые упражнения психики, просто напрягать себя, заставлять делать. Спайки рассасываются в результате движения женщин. Движение нужно. Вот если у вас просто все хорошо и нет сил, значит тогда просто свежий воздух. Ездить по воскресеньям, по выходным, двигаться в лесу, озеро, вода, зимой, летом не имеет значения, лыжи, коньки. Просто выходите, движение. всей семьей гулять.